В нашей жизни многие люди стремятся построить себе райскую жизнь через накопление богатства и приобретение власти. И чаще всего это происходит, попирая права человека и пренебрегая авторитетом Божьим. И некоторое время кажется, что гордецы имеют успех, они всесильны и всемогущи, но всегда ли это будет так? Сегодня мы вместе с вами поговорим о сюжете картины Питера Брейгеля Старшего «Вавилонская башня». Несколько часов можно простоять перед этой картиной, любуясь и наслаждаясь ею, а на завтра прийти и увидеть нечто новое, чего вчера вы совершенно не видели. Биография Питера Брейгеля Старшего в основном известна отрывочно. Основным и главным источником сведений о Мастере является биография, написанное в 1604 году голландским художником и историком Карлом Ван Мандером. Брейгель родился приблизительно между 1525-1530 годах. Место рождения и обстоятельства жизни в юности практически неизвестны. Свою творческую деятельность Брейгель начинает как график. К середине 1540-х годов он попадает в Антверпен, где обучается в мастерской у Питера Кука ван Альста, придворного художника императора Карла V. В мастерской ван Альста Брейгель проработал до самой смерти своего учителя. В 1551 году Брейгеля принимают в Антверпенскую гильдию живописцев. В это же самое время он устраивается на работу в мастерскую Керониму Коку, который печатал и продавал гравюры. Их сотрудничество продлилось до самой смерти Брейгеля. В это же самое время молодой художник путешествует Италией, Францией, Швейцарией. Субтитры создавал DimaTorzok Во время своего путешествия он был поражен величием увиденных гор. И по возвращению на родину в 1554 году он начинает работу над серией пейзажных гравюр. И уже через год работа была завершена. В эти же годы мастерская Кока печатала гравюры с картин Босха. Его фантасмагорические видения, язык аллегорий и живописная манера оказали значительное влияние на дальнейшее творчество Брейгеля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1563 году Питер женит сына Майкин, 18-летней дочери своего учителя. Вместе с молодой женой они переезжают в Брюссель, где Брейгель приобретает дом и открывает свою мастерскую. Период творчества художника вступает в пору зрелости. В это время он с особым интересом обращается к сюжетам из библейской истории. Субтитры создавал DimaTorzok Питеру Брейгелю было около 40 лет, когда армия испанского герцога Альбы вошла в Брюссель с приказом уничтожить всех еретиков. В последующие годы несколько тысяч нидерландцев было казнено. В последние годы жизни Питера прошли в атмосфере террора, насаждаемого Альбой. Это не могло не оказать влияния на художника. В последний год жизни Брейгель тяжело болел и не работал. 5 сентября 1569 года художник скончался, оставив после себя двух сыновей – пятилетнего Питера и годовалого Яна. Оба сына пошли по стопам отца и стали художниками. Они известны как Питер Брейгель-младший и Ян Брейгель-бархатный. Питера Брейгеля Питера Брейгеля, чтобы не путать с его сыном, которого звали также Питер, позже начали называть Питер Брейгель-старший или же мужицкий. Потому что более 30 из 45 картин, приписываемых к кисти Брейгеля, посвящено изображению природы, деревни и ее жителей. Представители сельских низов стали главными героями его работ. Никто из живописцев до Брейгеля не отразил с такой любовью красоту земледельца непосредственно в действии, в могучей пластике широкого жестокосца, тяжелой грации собирательницы колосьев. В один из периодов своей жизни Брейгель носил также прозвище шутник. За фантастический мир, его картин, за простой и меткий крестьянский юмор, выплескиваемый из них. Достаточно взглянуть на полотна. Нидерландские пословицы, страна лентяев, разоритель гнезд, детские забавы. И прозвище становится вполне оправданным. Редактор субтитров А.Семкин Также одной из главных тем творчества Брейгеля было изображение человеческой слабости и глупости. Питер Брейгель очень часто обращался к библейским тематикам, которые редко выбирали художники того времени. Библейский сюжет о Вавилонской башне привлек внимание художника. Он словно манил его к себе. Мы знаем, что две картины были написаны на эту тему. Малая, которая хранится в Роттердамском музее, и большая, и самая известная, которая находится в Вене. Какая из них была написана раньше, мы не знаем. Но одна из них была написана через 10 лет после возвращения из Италии. В его Вавилонской башне легко узнаваем Римский Колизей с его типичными чертами римской архитектуры, выступающими колоннами, горизонтальными ярусами и двойными арками. Семь этажей башни уже построены. Восьмой еще возводится. У подножья башни расположился город с оживленным портом. Вокруг башни и на самой башне кипит оживленная работа. Повсюду снуют люди, подвозятся материалы, вращаются колеса строительных машин. Тут и там расставлены лестницы, на уступах башни примастились сарайчики-времянки. С удивительной точностью и знанием дела Брейгель изображает современную ему строительную технику. На переднем плане, слева, мы видим царя Немрода, по заказу которого возводится эта башня. На лице мы можем прочитать гордость только от одной мысли, что по его заказу строится столь грандиозное строение. Ему спешат освободить дорогу. Каменотесы падают ниц. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар-Равнин и поселились там. И сказали они, «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, «Вот, один народ и один у всех язык. И вот, что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон. Господь повелевает потомка Мноя, чтобы они расселились по всей земле. Но они принимают решение ослушаться воле Божьей. Они выбрали долину Синаар для того, чтобы именно здесь построить это чудо света. И на последнем месте было и желание сделать себе имя. Жажда славы. Вот что двигало основателями этого города. Они решили, что последующие поколения, увидя то, что они сделали, всегда будут помнить о них и прославлять величие строителей этого города. Кроме того, жители Синаарской равнины не верили словам Божьим о том, что потопа больше не будет. А некоторые из них вообще перестали верить в существование Бога и считали, что потоп был вызван чисто природными явлениями. Некоторые все-таки продолжали верить в существование сверхъестественного существа, которое и вызвало этот природный катаклизм, как потоп. Строители поставили перед собой еще одну цель – построить башню до небес для того, чтобы обезопасить себя от последующего потопа. Достигнувши небес, они хотели разобраться еще и с причинами потопа, но кроме всего, это должно было бы еще больше возвысить их гордость и отвлечь мысли последующих поколений от Бога. Жители Вавилона хотели построить правление без Бога, но планы строителей были с позором прерваны. Господь, придя, смешал языки строителей. Памятник их гордости стал памятником их безумию. Но и сегодня люди продолжают делать то же самое, полагаются на самих себя и не желают слушать голоса Божьего. Если присмотреться к картине повнимательней, то можно увидеть, что все ярусы сделаны не одинаково. Даже на нижних ярусах соседние ячейки не похожи друг на друга. К тому же, нижние этажи не достроены, где-то уже сами начинают рушиться. Само здание кренится в сторону города. Перспективы проекта весьма печальны. Еще суетятся люди. В Гавань еще прибывают корабли. Но ощущение бессмысленности сего проекта веет от картины. Безотчетность, с которой люди пытаются вознестись до небес, не угодны Богу. Люди не поверили и не послушались Бога. Не поверили Его словам о том, что потопа больше не будет. Господь Сам сошел для того, чтобы посмотреть на это безумное строение. И Он прервал планы людей, смешав языки. А как вы относитесь к словам Божьим? Доверяете ли Ему? Читаете ли Священное Писание? Ищите ли там правды Божьи? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok